АПЛОДИСМЕНТЫ Жаловаться в стране некому, мне жалуются. Буквально неделю назад получил письмо по электронной почте. У нас умер друг, мы хотели провести его поминки в ресторане, где у него скидка была. Нормальное начало письма. А у нас потребовали его доверенность от покойного с его подписью, что он нам рекомендует провести эти поминки. Удивительно. В такой стране только надо смеяться. Тогда, конечно, страшно не будет. А как вам нравится, мне прислали учебник. Сегодня я получил. Учебник прислали. История СССР от древнейших времен до 18 века. Эту надпись я видел в городе Суздале. Но тут надо иметь хоть какой-то градус образования, чтобы понять, почему я ее за ним записанную книжку. Добро пожаловать в исконно русский город Суздаль-меку православия. На двери мастерской полуподвальное подмещение. Ремонт баянов и электробритв. Как вам это нравится? Только у русских людей это сочетается как-то. Еще надо штопанье ауры, чистка кармы туда. Все надо слить. Реклама магазина стройматериалов. Стройматериалы, стройматериалы даром. В скобках. Почти. А, такое всеобщее разводилово, да? Салон красоты. Это не реклама. Знаете, это, по-моему, приговор. Все манипуляции проводятся в вашем присутствии. А я даже не думал, что такое сервис бывает. Вот маникюр мне в моем присутствии. Невероятный сервис совершенно. Сейчас много говорят о размещении американцами в Европе радиолокационных станций. В нашей стране все гораздо проще. В каждом отделении милиции теперь журнал засечек ядерных взрывов есть. Вот это мне так нравится. То есть, вот теперь вы должны звонить по телефону и сообщать, если вы увидели ядерный взрыв. Вы знаете, я ядерный взрыв видел сейчас. Причем, где вы его наблюдали? Тип боеприпаса и его ориентировочную мощность сообщить должны. Вообще, Россия порой, это такое, цитатами какими-то. Россия это ремейк Советского Союза. И такие цитаты из Советского Союза то там, то тут попадаются. Мясокомбинат. Мясокомбинат. Доска почета. Вот эти вот все, знаете, как в советское время на кол посадили вот эти фотографии. Сверху. Забойщик, скота-тере, наставник молодежи. Ульяновск. Сейчас ведь переминовывают многие улицы. И там есть переулок молочный. Сам видел, переулок молочный. В скобках, бывший молочный переулок. Территория Омского кирпичного завода. Печь номер один, обжигают в ней кирпич. Перед входом в печь. Печь номер один, тире, добро пожаловать. У, садистов много в стране. Реклама в автомобильном, в котором продаются подержанные автомобили. Мы посадим вас на колеса, и вы будете довольны. Сегодня как-то эта тема хорошо проходит в честь 1 апреля. Мне одна женщина пишет, что вы смеетесь над простыми людьми, если даже у нас в столовой Академии наук, в столовой Академии наук написано, руки, а шторы не вытирать. Ой, я выступал в городе Лабетнанге довольно давно. Был это зимой, и мне принесли инструкцию, как пересечь водоем по льду. Ну, мне это необходимо ведь, потому что... И если кому-то понадобится, запоминайте. Если вам предстоит пересечь водоем по льду, кто эти инструкции сочиняет? Вам необходимо прежде всего измерить толщину льда. Чтобы измерить толщину льда. Надо пробить лунки вдоль всей переправы. Нормально? Поняла? Вот. Промеряя лунки, нужно передвигаться по льду равномерно на животе, толкая перед собой глобомер, рюкзак волоча за собой. Вот вы все это проделали, фу, можно пересекать. Вернулись и пересекли это все. Я иногда спускаюсь в метро теперь, потому что... Ну, что значит спускаюсь? Не спускаюсь, нет. Пользуюсь метро, а то что-нибудь спустился и поднялся. Тоже уже говорю неверно. Потому что, ну, пробки в Москве. Можно опоздать на деловое свидание. Ну, я умею шифроваться. Об этом даже Максим Галкин рассказывает в своем концерте. Действительно, я так вот. А напротив меня сидят двое, смотрят. Один говорит другому, слушай, вот такой урод она задорного похож. Но в метро-то уже подарков много. Вот это отрывное объявление написано. Какая фантазия у наших людей. Продам котят, забавные, полосатые, от разумной матери и предприимчивого отца. Ребят, спокойно, спокойно. Предупреждаю, там потом смешное пойдет. Это у нас третья разминка сейчас. Геленджик, музыкальный киоск. Вот кто-то попадается на это, на это разводилово. Купившим три диска по цене четырех, один диск в подарок. И ведь есть лохи, которые на это покупаются. Много подарков делает. Медицина. Травмпункт московский. Внеплановая перевязка 200 рублей. Внеплановая перевязка чистым бедном 350 рублей. Комната, где раздеваются врачи. Опять цитата из Советского Союза. Нет вешалки, три гвоздя вбито в стену. Под одним гвоздем написано для перчаток. Под другим для халатов. Под третьим гвоздем для врачей. Ой, я помню в советское время, картинка ожила у меня в памяти. В поликлинике в районе мужик такой рассерженный, с перевязанным пальцем. А перевязывали наши медсестры русские. Они с душой перевязали. Вот такой палец у него. Шины две, наверное, одна шина от машины. И он вот так вот вперед пальцем ходит. На маяк такой. Он подходит рассерженный к регистратуре. Говорит, куда вы меня послали? Я просил хирургу. А в шестнадцатом кабинете уролог. Он вот так вот. Там он говорит, правильно уролог, но он сегодня дежурный хирург. Регина попала в больницу. Я решил ее навестить, но меня не было, пока она лежала три месяца в России. И я вернулся уже как раз перед тем, как ее должны были выписать. Ну, пошел к ней в больницу. Она послала... Регину Дубовицкой, я имею в виду. И она послала нянечку, чтобы та провела меня быстро, чтобы я не плутал этими коридорами длинными больничными. И нянечка совершенно не понимает, что говорит. Я говорю, вы знаете, так здорово, пока Регина к нам попала. Так жалко, что она выписывается. Мы больше вас не увидим. Ну, ничего, будем надеяться, хоть вас, может, положат к нам. А когда приезжают из Латвии, из Эстонии мои друзья, они первое, что делают, читают надписи в России. Вот таких надписей в Прибалтике быть не может. Нет у них этой фантазии. Магазин ковров у нас топай по-хорошему. Мир кресел и стульев. Согласитесь, это страшный мир, в котором одни кресла и стулья. И называется он мякиш. Магазин мужской одежды H2SO4. Почему? Входите в магазин, написан такой слоган. Попробуй вкус жизни. H2SO4. Обожаю просто пробовать. Летнее кафе «Реальная поляна». В Подмосковье есть ресторан, называется «Японская харчевня». Вот это супер. Вот все смешалось в башке у нашего человека. Ресторан «Стелька». Кабак называется. «Сто девчонок и все без печенок». Вот она фантазия российская. А еще мне нравится, что в любой деревне теперь японская кухня есть. Японский ресторан. В какой-то передрыгайловке смотрю. Суши-бар. Знаете, как называется? Сушняк. В Москве в витрине одного ресторана написано «Готовим на глазах». Это просто садист, а не повар. Почему конфеты? Мне подарили конфеты. Называется «Кот Базилио». Как вам это нравится? С чего? На фантиках код с табличкой «Помогите слепому». А детские игрушки? Вы зайдите в детский мир, только не на ночь заходите туда. Вы спать не будете. Детей в Паркинсоне будет трясти, если они такие купят игрушки себе. Игрушка называется «Очень заводная мышка». С места заводится мышка. Еще, еще точнее, крыса самозаводящаяся. Покемон пикающий. Урод на уроде. Телепузик ходячий в скобках хромает. Это нам. Из мультяшечного советского детства мы вышли. Винни-Пух слегка ободранный по краям. Барби с ногой трансформером. Буратино безопасный. Как это? Что это такое? Буратино в скобках нос мягкий. Это уже другое. Безопасный как-то по-другому. Мамонт голубой. Вот это чудо. Вот голубой мамонт. Это надо Моисееву подарить. Поняли, от чего мамонты вымерли? Вот так, голубые были мамонты. Золушка в скобках мальчик. В ту же коллекцию. Бедные дети. А еще одно просто какое-то явление совершенно парадоксальное в России. Учебники были очень хорошие в средней школе в советское время. По арифметике. Чудесные. По физике. Почему в связи с западной реформой образования надо было брать учебники на западе и переводить их для наших школ? Запад, в том числе американцы, оторвались от природы. Они природы не чувствуют. Для них это нормально. А наши дети, они же еще чувствуют природу. Они ухахатываются над этим. На полке стояли детские книжки. Подбежала собачка, взяла одну книжку, потом еще одну, потом еще две. Сколько книжек причитает собачка? Представляете, что в классе творится? Учителя мне пишут. Мы краснеем, когда мы эти задачки задаем детям. На дубе три ветки. На дубе три ветки. На дубе. Уже дуб неважный какой-то. Обгрызлая мультяшка какая-то. На каждой ветке по три яблока. Для америкосов это нормально. И это для них нормально. А у нас у катайка у детей. По двору гуляли петух и курица. У петуха две ноги, у курицы четыре. Вот так вот, чернобыльская курица была. И вопрос сложный, сколько ног гуляло по двору? Ног гуляло, кто это формулирует? Это еще не все. Готовьтесь, готовьтесь. На Машином платье, на Машином платье, вбиваю вам экспозицию. Было вышито три вишни и два яблока. Ребята в классе съели одну вишню и два яблока. Ребята обожают платье у девочек есть. Обожают просто. Вот это шедевр шедевров. Катится по столу колесо разноцветное. Один угол у него красный, другой зеленый, третий желтый.